Итак, добрый вечер, дорогие мои коллеги. Мы начинаем наш еженедельный кнук, что переводится как «Курсы навыки успешного консультанта». И сегодня мы с вами поговорим об основных возражениях при приглашении. Итак, тема очень интересная. Я очень рада, что вы нас посетили, присоединились к нашим курсам. Итак, мы начинаем. О чем же на данном тренинге мы узнаем? Мы узнаем о природе возражений, как правильно к ним нужно относиться. Ведь можно разобраться в причинах, по которым возникают возражения, и научиться соблюдать три главных правила в работе с ними. Есть три основные техники, и мы не только их разберем, но и потренируемся на практике, что же, как с ними работать. Итак, природа возражений и отношения к ним. Подумайте. Вот возражаем мы сами по жизни? Вспомните ситуацию, когда вы кому-то возражали, и попытайтесь вспомнить чувства, эмоции и мысли, которые сопутствовали этому моменту. Подумайте и ответьте на вопрос. А почему я? Почему я возражал? Ведь возражение проявляется, когда мы по какой-то причине не можем принять решение. Ведь подумайте, если решение уже принято, то и возражений не будет. А по жизни мы постоянно должны принимать эти решения. Большие, маленькие, значительные и не очень. Но при обдумывании, когда мы начинаем сравнивать, когда мы начинаем приходить к какому-то выводу, у нас вот и возникают какие-то возражения, потому что у нас нет полной информации. И мы хотим узнать, то есть чтобы информация была более полной. То есть когда человек возражает нам, мы помним, во-первых, о причине возникновения возражений, что значит у человека нет полной информации. Если вы натолкнулись на возражение, то придерживайтесь правил, которые мы далее разберем, и используйте методики этой работы с возражениями. Итак, три причины есть, при которых возникают возражения. Первое – это нежелание менять что-либо в жизни, нежелание менять привычный вид деятельности. Ведь вся жизнь наша состоит из каких-то привычек. Мы идем на работу, если мы работаем по определенной дороге, ну в тот же магазин. Мы садимся в один и тот же автобус, хотя, в принципе, может быть их три. Но мы привыкли и решили, что нам так удобнее. У нас возникла привычка. Ходим на учебу то же самое, по одному и тому же маршруту. Кто-то любит засыпать в темноте, а кто-то, наоборот, любит, чтобы где-то был ночничок. Кто-то любит спать, опять же, в тишине, а кто-то засыпает только, когда бормочет телевизор. У каждого свои привычки. Каждый человек привыкает к каким-то своим заморочкам. Так вот, человек, которому мы предлагаем свой бизнес, он может быть недоволен. Недоволен начальством, недоволен зарплатой, работой. Но у него есть привычка. Для него это, ну, по большому счету, зона комфорта. Набор его привычек. И менять что-то, ну, сложно, я бы сказала. Легче ведь оставить все как есть и ждать, когда придет перемена откуда-то извне. Часто люди, когда хотят улучшить качество своей жизни, не хотят раздвигать эту зону комфорта, менять привычки свои. Ведь мы привыкли, чтобы, ну, во главу мы ставим стабильность, комфорт какой-никакой, безопасность, как мы считаем. И стремимся, все, все мы стремимся избегать стресса. Это получается у нас неосознанно, а для того, чтобы, как говорят, если вы хотите завтра жить не так, как живете сегодня, то вы должны делать что-то другое, а не то, что делаете сегодня. Второе, это неверная оценка своих шансов на успех. Это главная, ну, одна из главных причин, потому что любой человек, каждый хочет, ну, позитивных изменений. И если он отказывается от предложения, которые мы предлагаем, значит, он недостаточно уверен в своем успехе. Или недостаточно уверен в компании, которую мы ему предлагаем. Каждый оценивает свои шансы на успех по двум параметрам. С точки зрения собственного опыта и с точки зрения мнения окружающих. Например, человек может не верить в успех просто потому, что раньше не делал ничего подобного. И это зачастую. Вот скажите, что бы мы сегодня имели и кем бы были, если бы никогда не начинали делать что-то в первый раз? Как когда-то мы научились ходить, кататься на велосипедах, на роликах, на коньках, жить в конце концов отдельно от родителей. Или, например, человек может считать, что его личное качество недостаточно подходит для этого бизнеса. Но ведь нельзя забывать, что все качества и навыки, необходимые для достижения успеха в нашем бизнесе, они же развиваются постепенно. мы учимся, мы изучаем что-то новое, и эти качества, мы их нарабатываем. Сначала мы делаем простые вещи, и когда они у нас получаются, мы переходим к более сложным. Они тоже спустя какое-то время кажутся нам очень даже простыми, и чего я боялся. В нашем бизнесе ведь, как успех, но он фактически гарантирован в том случае, если у вас есть желание добиться результата. И третье, это искаженное представление о бизнесе. И это я бы сказала, что, ну, наверное, 80%. Ведь что знает большинство людей о бизнесе Арифлейн? Или ничего, хотя и думают, что они знают все, и в подробностях. А ведь, когда начинаешь разбираться, понимаешь, что все эти знания не соответствуют действительности. И информация чаще всего не объективная, потому что она поступает из таких источников, как, ну, например, от людей, которые попробовали, и у них не получилось. А если подумать, то почему? Может быть, недостаточно усилий было предложено, или желание было недостаточно сильным. В общем, миллионы предположений. А ведь все мы любим винить в неудачах всех вокруг себя, но только виноваты все, но не я. также информация может быть получена от тех, кто считал, что строит свой бизнес, а по факту-то просто продавали продукцию и ничего не знали о модели бизнеса. И, конечно же, информация получена от тех, кто наслушался и первых, и вторых. В результате, конечно же, восприятие бизнеса у многих искажено и, следовательно, очень много причин для возражений. Наверняка вы знаете, что одно из основных говорят, это финансовая пирамида. Финансовая пирамида это незаконный вид бизнеса, который был распространен в 90-х годах. Но, если подумать, то каким же образом наша компания могла развиваться больше 48 лет в более чем 65 странах мира. Все, что есть общего у этих двух видов деятельности, так это структура, в которой люди зависят друг от друга. Но, если подумать, то пирамида это же и принцип построения государства, один президент, десяток министров, чиновники и построение школы, один директор, несколько заучей, учителя, ну и вообще все структуры государственные построены именно по этому принципу. Потому что мы знаем, что пирамида самая надежная фигура. вот и подумайте, ведь не в одном государстве не может быть несколько президентов, президент должен быть один. Опять же, Арифлейм, не забываем, является одним из старших членов Ассоциации прямых продаж. И эта ассоциация, она, ее деятельность направлена на защиту прав потребителей. То есть вот об этом не забывайте, так что все вот эти вот то, что это пирамида, а значит незаконно, все будет отметено. Три главных правила разберем по работе с возражениями. Первое, конечно же, это позитивный настрой. Если вы услышали возражения, то не обижайтесь, не оскорбляйтесь, не позволяйте себе, чтобы улыбка ушла с вашего лица. Ведь помните, каждый имеет право сомневаться. И наша задача как раз развеять эти сомнения. Дальше не нужно спорить. Внутренне соглашаемся, что собеседник имеет право не принимать решения сейчас же, что ему нужно получить ответы на его вопросы, и возможно, что даже время подумать. И очень хороший прием это мы присоединяемся, соглашаемся и говорим, вы знаете, у меня тоже были такие сомнения, я, конечно же, с уважением отношусь к вашему мнению, или можно сказать, да, это очень хороший вопрос. И уже переходим к конкретной методике отработки возражений. Итак, первый. Первый метод работы с возражениями это согласие. Этот метод, он наиболее простой и достаточно выучить наизусть первые два предложения и у вас дело пойдет на лад. Я вас прекрасно понимаю, я тоже раньше так думала, пока, а дальше можно рассказать о себе, о своем опыте, ведь когда-то нас тоже приглашали и у нас тоже были возражения, но что-то же помогло нам принять правильное решение. Что именно? Вспомните и применяйте это, расскажите. Например, уже слишком поздно начинать, вся прибыль у тех, кто пришел раньше, это вам ваш собеседник говорит, которому вы делали предложение. Что можно ответить? Я прекрасно понимаю ваше сомнение, когда мне рассказали об этом бизнесе, моя первая мысль была такая же, и тем не менее я решила попробовать, ведь здесь нет рисков, здесь все зависит только от меня и моего желания работать. Теперь в результате я точно знаю, что не важно когда ты начал, важно что и как ты делаешь. и к тому же очень приятно, что в нашей компании всегда есть те, кто бескорыстно поможет на первых этапах, может быть не бескорыстно, потому что у компании очень нравится мне маркетинг план, потому что тем, кто тебя пригласил, им выгодно, чтобы ты быстрее рос, чтобы ты быстрее начал зарабатывать деньги, а ведь мы же пришли сюда именно за этим. Второй метод работы с возражениями это похвала, но здесь конечно же требуется хоть какое-то минимальное знание о компании, потому что нужно знать преимущества нашей компании, чтобы можно было приводить весомые аргументы. посещайте вебинары и ВВО, тогда у вас будет копилочка с очень многими фактами о нашей компании. Итак, пример. Например, вам говорят, я уже работаю в компании, ну, в какой-то там, можно ответить, я слышала о такой компании, в ней действительно есть интересные предложения, мы никогда никого не хаем, это ремарка. И это отличная новость, значит, вы уже знакомы с системой сетевого маркетинга и прекрасно понимаете, о чем речь. Познакомьтесь и с нашими предложениями для новых консультантов, я уверена, что они привлекут ваше внимание, или можно сказать, и я уверена, что вы обязательно их оцените, что-то в этом духе. Обязательно всегда будьте благорасположенными. третий метод работы с возражением это озвучиваемый вопрос. Возражение вопрос, это возражение скрывающее себе вопрос, и оно звучит и как сомнение, и как озадаченность. Человек хочет услышать ваше разъяснение, что он может, смочь, что он может какие-то подводные камни, которые он видит, обойти. Ну, вот, например, у меня нет времени. Фактически это не означает, что времени вообще нет, действительно. Скорее человек хочет узнать, сколько времени будет занимать эта работа, или опасается, что у него не останется свободного времени для себя. Поэтому мы должны озвучить этот скрытый вопрос. Например, то есть вы хотите узнать, как можно построить бизнес, не тратя на это много времени? Когда тем более мое предложение вас заинтересует? Ведь наша модель бизнеса такова, что тратить на него много времени не придется. и после подтверждения рассказать о преимуществах бизнеса с Арифлейм, что у нас свободный график, ну свободный скорее гибкий график, и помощь от спонсора, помощь от команды, ну и так далее. При посещении наших вебинаров вы узнаете очень много таких фишечек, которые вы сможете употреблять в разговоре со своим собеседником. И вот можно я предлагаю попробовать вот эту теорию на практике. Все хотят попробовать? Мы же учимся и приобретаем метод как опыт именно пробуя. Как помните, как учились кататься на велосипеде? Вы же не читали какие-то там учебники сели и поехали. Правда, можно упасть и разбить коленку, но тем не менее, совсем скоро именно метод проб и ошибок мы научились кататься. Я помню, что когда я первый раз села на велосипед, я боялась почему-то нажимать на тормоз и тормозила ногами. У меня был велосипед школьник. В общем, было интересно, я вспоминаю. Так что давайте проедемся на нашем велосипеде, не боясь упасть и разбить коленки. Итак, тренируемся. Вы, кстати, пока мы тренируемся, если возникнут еще какие-то вопросы, какие-то возражения, вы их записываете и в конце вебинара я на них отвечу. Итак, пример возражения. Уже весь город зарегистрирован в Арифлейм. Что можно ответить? Я вас прекрасно понимаю, я тоже раньше так думала, что все уже в Арифлейм, а потом однажды принесла на работу каталог, оказывается многие слышали, многие когда-то чем-то пользовались, но уже давно ничего не заказывали и сейчас они с удовольствием мои коллеги приобретают продукцию. пример другой, у меня не получится продавать это не мое. Продавать это любимое наше многие из наших коллег, кто пришел сюда на бизнес, первое было продавать не буду. Так вот, что можно ответить? Вы знаете, я ведь тоже не продавец и моя основная работа далека от сферы продаж. Но вот у вас очень приятная внешность и видно, что вы ухаживаете за собой. Поэтому будет достаточно просто оставлять каталоги на работе или в магазине, который вы посещаете у ваших друзей, у знакомых, а потом забирать их и спрашивать о том, что им понравилось. Все очень просто. Еще один пример. У меня совсем нет опыта. Что мы отвечаем? Вы хотите узнать, как начать продавать без определенного опыта? Многие начинают сотрудничество с Арифлейм, просто показывая, заказывая для себя. Я, например, являюсь просто клиентом лояльной очень компании. Вся моя семья пользуется продукцией Арифлейм. и в том числе линия для здоровья. У меня 150 баллов выходит только на Велмосе. Я перестала болеть и не только я, и вся моя семья. Следующий вопрос. У меня нет знакомых. Сначала озвучиваем, не забываем. Вы хотите узнать, сможете ли построить бизнес, не имея достаточного количества знакомых? На сегодняшний день мы можем предложить огромное количество вариантов, какими способами можно приглашать. И благодаря этим способам вы не только создадите свою структуру клиентов и консультантов, но и приобретете новых друзей и знакомых. И благодаря которым этим знакомствам, друзьям ваша жизнь станет намного интереснее, а бизнес намного прибыльнее. еще один пример возражения у меня маленький ребенок не будет времени этим заниматься. Ответ я поняла вы переживаете, что занявшись бизнесом будете меньше времени уделять своим деткам. Забота о детках важна для вас, это объяснимо. В свою очередь спрошу, вы хотели бы радовать хорошими игрушками, красивой одежды, поездками, а это ведь все расходы, вы можете зарабатывать дополнительные деньги для проявления любви и заботы о своих детях. Что касается времени, у нас достаточно примеров, когда мамы создавали целые структуры и просто гуляли с колясками или же дома работая онлайн. Так что времени при желании время найдется. еще одно возражение. Я уже зарегистрирован в Reflame. Такое бывает не очень часто, но случается. В данном случае мы высказываем одобрение по этому поводу, интересуемся, кто спонсор, выясняем, когда был размещен последний заказ и действительный ли номер консультанта. Если номер действительный, то рассказываем о действующих акциях и прощаемся. Перерегистрация сейчас карается очень сурово, поэтому лучше не искушать ни себя, ни человека. если же да, кстати, можно еще задать вопрос, знает ли человек о том, что здесь можно развивать бизнес. Это если человек сказал, что он не размещал заказы там уже три года. Можно спросить, знает ли человек, что появилось много новых продуктов, линия wellness, новая серия ухода за кожей лица и так далее, знает ли человек о дополнительных привилегиях и знает ли он о значительном повышении выплат для бизнес-партнеров. Ну, конечно же, карьерная лестница, программа для тех, кто строит свой бизнес и если человека это опять же заинтересует, если ему до вас никто об этом не рассказывал, то можно и решить этот вопрос с регистрацией уже. Еще один вопрос бывает. Уже весь город, как я уже говорила, зарегистрирован в Арифлейм. Отлично! Значит, этому продукту можно доверять, как вы думаете? Вы считаете, что это помешает лично вам? Отлично выглядите заботиться о здоровье? Тоже вариант. Опять же, как вариант, скажите, а у вас есть пять знакомых, которые моются и ухаживают за собой? Если да, то они все подписаны в Арифлейм, а если нет, значит, есть люди не подписанные в Арифлейм, и вам точно есть, кому показать каталог. В общем, вариаций на эту тему очень много, например, особенно вот это, когда человек живет в многоквартирном доме, скажем, в твоем доме шесть подъездов, в каждом по 32 квартиры, в каждой квартире живет семья, в среднем из 3-4 человек, и что, все эти люди оформлены в Арифлейм? Сделай так, чтобы хотя бы на каждом этаже был твой консультант. Бывает такое, я работаю в Ava, ну, или в любой другой сетевой компании. Что можно на это ответить? Ну, это ведь здорово, вы уже знакомы с системой сетевого маркетинга, и мы предлагаем рассмотреть возможности, которые предлагает компания Арифлейм по плану успеха, и воспользоваться всеми преимущественными и бонусами, Смотрите, у нас огромный выбор различных выгод. Очень часто в других компаниях прямых продаж нет таких удивительных акций, которые способствуют комфортному и быстрому росту по маркетинг плану. Отсюда есть вероятность того, что дистрибьюторов из других компаний может заинтересовать дополнительные бонусы и лояльность плана успеха компании Арифлейм. Вот если человек предпочитает косметику другой компании, то смело предлагаем wellness. Если интересует доход и он занимается продажами, рассказываем о преимуществах продаж в Арифлейм и маркетинг плане. Что еще, какой еще вопрос может возникнуть? У меня не получится продавать. О, наш любимый вопрос. А вы ведь не продаете. Вы помогаете человеку сделать выбор, купить то, что ему нужно. Предлагаете персональный подход и сервис. К тому же овладеть навыками продаж совершенно не сложно. Для этого у нас есть бесплатное обучение. Можно ответить так. Я тоже не продавец. Здесь есть много людей, которые хорошо зарабатывают на продажах. И существует система обучения и программа поддержки продающих партнеров компании. И в то же время в Арифлейм можно зарабатывать, не являясь профессиональным продавцом. Вот я, например. Я просто привилегированный клиент компании. Вся моя семья пользуется Арифлеймом. Продукция Арифлейм. Так что, а можно ответить и так. Я вас прекрасно понимаю. Сначала я тоже считала, что у меня не получится продавать. Потому что я никогда ничего не продавала. Но как показала практика, каталог Арифлейм, он настолько красив, настолько привлекателен, что он сам себя продает. Знаю, что многие консультанты просто приходя на работу кладут на краешек стола. И все их коллеги уже сами берут, смотрят и делают заказы. еще вопрос. Я не хочу бегать с тяжелыми сумками от одной закрытой двери к другой. Был у меня такой однажды у людей превратное восприятие компании, нашей деятельности даже, не компании, а деятельности. Что можно ответить? Согласна, мне бы тоже не понравился такой метод работы, но ведь это совершенно и не требуется. Все гораздо проще. начните пользоваться продукцией сами, делитесь впечатлениями со знакомыми, с приятелями через социальные сети, показывайте каталог, можно ссылку отправить, если через соцсети. Так что можно очень легко сделать хороший объем продаж, но конечно же личный пример это один из толков нашего бизнеса. Можно сказать, а этого и не требуется бегать с сумками, если вы этого не хотите, не бегайте, можно просто показать родным, знакомым, близким. Если спросят, то порекомендуете что-нибудь. Очень многие после таких рекомендаций стали обращаться за знаниями стало интересно людям и некоторые уже и сами начинают зарабатывать с Арифлейм. Если вам интересно, то вас научат и поддержат. Так что все очень легко. Также есть такое возражение, у меня нет денег для размещения заказов. Кто даст мне деньги и до получения заказа. Очень в компании есть удобная привилегия, что ли. Можно воспользоваться услугой оформления заказов в кредит. Вы можете забирать заказы без предоплаты и оплатить заказ в течение двух недель с момента его получения. А можно без сервисного центра, в котором можно оформить этот кредитный этот кредит от вас далеко, то можно пойти другим путем. Покажите каталог близким, друзьям, знакомым. Прибыль от этих заказов вы могли бы использовать на предоплату следующих заказов. А можно, если уверена, что у такого порядочного человека, как вы, найдется несколько знакомых, друзей, которые вам доверяют. Вы можете собрать первые заказы, так сказать, в кредит, вам дадут друзья в виде предоплаты деньги, и вот, а прибыль с этих заказов вы уже будете складывать опять на номер, чтобы у вас было чем просчитаться за них. С ростом заказов вы их просто-напросто будете получать за бесплатно. Такой вариант вас устроил бы. Можно ответить так, мы предлагаем воспользоваться услугой оформления заказов кредит за небольшую доплату, можно забирать заказы без предоплаты, а потом уже в течение двух недель оплатить, так что все очень просто. еще один из так никто никто не покупает у консультантов. Можно ответить так, я прекрасно понимаю ваши опасения. я тоже так считала достаточно долгое время, что люди не будут покупать у меня продукцию. Но как выяснилось в процессе работы, клиенты идут на индивидуальный подход, на возможность попробовать продукт перед тем, как сделать заказ, на то, что я их профессионально обслуживаю. Так что некоторым людям удобно то, что я приношу им заказ в определенное время и место. И это сокращает у них время стояния в очередях, в пробках. И подумайте, можно ответить и так, а вы когда-нибудь заказывали что-нибудь через каталог? Ведь сейчас все больше и больше людей покупают таким образом. Очень удобно. Клиент получает индивидуальное обслуживание и подобрать можно пробнички и на воду, и на крем, и на помаду. Консультант, который хочет заработать таким образом деньги, может выйти на очень хороший доход. Так что если хотите, можно научиться, потому что это быстрые деньги. Еще одно из возражений. Уже слишком поздно начинать вся прибыль у тех, кто пришел раньше. А вы задумывались, что пользоваться качественным продуктом и ухаживать за собой всегда актуально. Вдобавок люди подрастают и начинают пользоваться чем-то. Всегда будут во-первых люди, которым нужны деньги, которым нужна карьера, путешествия, признания. Ну вот мои коллеги и я, мы такие. Так что предлагаю вам стать успешным партнером. Если вам интересно сделать свою жизнь еще лучше, еще интереснее, чтобы уровень жизни у вас повысился, то присоединяйтесь. Можно ответить так. Скажите, а у кого-нибудь из ваших соседей, друзей и так далее рождались дети? Они ведь будут мыться, чистить зубы, заботиться о своем здоровье. Пока они маленькие, их родители делают это для них. А потом они подрастут и будут сами этим заниматься. Поэтому потребители косметики никогда не закончатся. и значит всегда будут те, кто захотят пользоваться качественной продукцией, магазины все-таки туда может вкрасться подделка. А прямые продажи они от этого застрахованы. И вот вы подумайте, партнеры, которые первые пришли в Арифлэм, они имели номера там один, два, три, мой номер в компании это получается 19 миллионов, не, 10 миллионов 971 тысяча, представьте, передо мной столько людей. и я считаю, что я зарабатываю и буду зарабатывать столько, сколько мне хочется и остановлюсь только тогда, когда мне захочется. Так что предлагаю вам стать успешным партнером, ну конечно же, если вам интересно сделать свою жизнь интереснее и богаче, чем сейчас. А можно сказать так, я вас прекрасно понимаю, у меня были такие же опасения на этот счет. Все дело в том, что уже на протяжении многих лет в нашей структуре закрываются все новые и новые менеджеры и директора. И все это говорит о том, что в компании Арифлейм можно заработать хорошие деньги здесь и сейчас. результаты просто впечатляют, посмотрите только есть ролики с банкетов директоров, с золотых конференций, и ведь вы можете тоже стать участником одного из этих мероприятий. Можно ответить и так, да, 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 я сама так думала, особенно когда услышала своего спонсора о том, что он, что она купила вторую машину, что она собирается покупать квартиру, а сама в бизнесе уже 10 лет. Я думала, что все это потому, что она так давно в бизнесе, но решила все-таки попробовать, все равно ничего не теряю. Оказалось, что совсем не важно, когда ты начал, важно, что и как ты делаешь. так что если ты работаешь, то достижения будут. Каждый год я езжу в отпуска, каждый год получается так, что меня чествуют на сцене. И самое главное наша команда, это команда очень интересных, ярких и позитивных людей. Я, проработав столько, ну, достаточное количество лет на обычных работах на дядю, настолько интересных людей я там не встречала. Да, были интересные, но тут вот и интерес, и яркость, и позитив постоянный. Такого не было. я рада, что меня судьба сюда привела. Так, еще одно возражение, это пирамида. Ну, мы это уже разбирали, то, что есть финансовая пирамида и есть пирамида государственная. в общем, главное не попасться в финансовую пирамиду, а она отличается тем, что там платят за приведенных людей, там нет продукта. а в принципе в сетевой бизнес, конечно же, движение денег происходит за счет товарооборота от личного товара, а не от как движения денег просто без ничего. в сетевом бизнесе выигрывает тот, кто активно действует, обслуживает клиентов и строит структуру. Можно ответить так, то, что вы имеете в виду что-то противозаконное, так? Финансовую пирамиду. А подумайте, финансовая пирамида, сколько она существует? Год-два. Потом обязательно рушится. А у нас компания существует уже больше 49 лет. И официальное представительство есть больше, чем в 65 странах. И это факты. Так, еще бывает такое возражение. У меня нет времени. Можно ответить так. Для успеха в нашем бизнесе не требуется дополнительного времени. Зарабатывать можно в процессе вашей обычной жизни. просто как раньше вы общались с коллегами, с друзьями, с родственниками. Когда вы сами убедитесь в выгодности нашего бизнеса, можно уже поговорить, продолжить разговор о секретах планирования. Это уже более глубокий разговор. Есть такое возражение, у меня нет знакомых. можно ответить так. Вы задаете очень профессиональные вопросы. Вы хотите узнать, как обрести новых знакомых и вместе с ними заниматься интересным и прибыльным делом? Вы и похвалили человека, и задали направление, дали разговору. Можно сказать так. Скажите, вы хотите, чтобы круг ваших знакомых стал больше? Если ответ нет, можно спросить, а с чем связано это нежелание? Например, ответить, не люблю шумные компании и много народу. А тогда ответ такой, вам достаточно найти, обучить трех, пятерых человек, которые будут активно строить свои команды. Это будет приносить приличный доход. А проведение презентации для начала я возьму на себя. Можно ответить так. Я вас прекрасно понимаю. Многие, очень многие начинают карьеру в Reflame и не имеют достаточного количества знакомых. Но все дело в том, что мы на сегодняшний день можем предложить вам очень много методов рекрутирования. И благодаря этим методам вы найдете и новых клиентов, и консультантов в свою структуру. Главное обучаться и чтобы у вас было желание. У меня маленький ребенок и не будет времени продавать. Да, я понимаю. Вы переживаете, что занявшись бизнесом, будет меньше времени уделять своим деткам. Я же правильно понимаю, что забота о детях, о семье, она для вас приоритете. Ну а ведь чтобы покупать игрушки, чтобы покупать одежду, это же все расходы. А здесь вы сможете заработать дополнительные деньги. Что касается времени, то достаточное количество мамочек в декрете вышли на вполне европейский доход, гуляя с колясками. Бывает и такое, мне не нужен дополнительный доход. Хорошо, могу предложить вам пользоваться продуктом самому по выгодной цене и участвовать в акциях компании. А можно спросить и так, а основной доход вам нужен? Арифлейм дает возможность серьезного карьерного роста и финансовой независимости. Скажите, а на что вам сегодня хватает денег? Хотя вот этот вопрос не знаю. Можно сюда сказать, вот мне раньше хватало не на все, что я хочу. Можно задать еще вопрос, а как вы считаете, ваш работодатель ценит вас так, как вы этого заслуживаете? Или вы достойны чего-то большего? Вас часто приглашают на сцену, чтобы поблагодарить вас? Вам часто отправляют в путешествие за границу? Думаю, что мало кто ответит утвердительно. Итак, теперь мы набросали с вами примерные ответы. возможно вы найдете лучше ответы на такие распространенные возражения. Так вот, у нас есть все, правила, методики, примеры. Пользуйтесь. как вы думаете, у вас есть? Да. Одновной доход мне больше нравится и это жаль, что не все это понимают. Так было бы, конечно, лучше, если бы отвечали так все. и так проверим себя. Значит, метод первый при примерных вариантов ответов. Сначала соглашаемся. Я вас прекрасно понимаю, я тоже раньше так думала, ну и что-то в этом духе. Однако встреча с человеком Азри Флэмс изменила мои думы, мои мечты и я теперь думаю по-другому. Метод второй обязательно похвалите, найдите за что похвалить. Вы знаете, на вашем месте, например, я, возможно, тоже не сразу бы заинтересовалась предложением. Это здорово, что вы обдумываете серьезно и подходите серьезно к этим вопросам. вам наверняка нужно больше информации, но хочу отметить, что подобный бизнес по своим возможностям дохода во многом превосходит другие предложения. Ведь вы можете работать в комфортной обстановке. Давайте я оставлю вам свой телефон и буду рада побеседовать и ответить на все ваши вопросы, когда они оформятся. И значит, метод третий это озвучить вопрос. Вы хотите узнать, почему встречается так много неудачного опыта в МЛМ? Так много зависит от того, насколько вы будете прислушиваться к людям, которые стали успешны в этом бизнесе. И кстати, с одним из них я могу вас познакомить. Сегодня вечером она проводит встречу, где рассказывает практически обо всех секретах успешного бизнеса с Reflame. Но количество участников таких встреч всегда ограничено, потому что тема очень интересная и знания пригодятся. Придете послушать? Нет, встреча ни к чему не обязывает, хотя возможно она очень серьезно изменит вашу жизнь. Так что девочки, я рада, что мы плавненько приближаемся к окончанию нашего курса успешного навыка консультанта. И я хочу вам вручить вот этот сертификат. На тренинге мы узнали, что такое возражение, истинную причину возражения, методы работы с ними и научились главным правилом при работе с возражениями, трем основным методом работы и как отвечать на возражение. Девочки, я была очень рада вам рассказать обо всем этом. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием на них отвечу. Ура! Молодцы! Раз получили сертификат, значит, можете уже сами идти и рассказывать людям. У меня какие возражения чаще встречаются? Ну, у меня чаще встречаются, что нет времени. И на это я отвечаю, что время это, конечно, самый главный фактор, но если у вас есть желание, времени здесь не так много нужно потратить. Ведь на работу вы ходите, работаете по 8 часов, а компания Арифлейм для того, чтобы вырастить структуру, нужно работать от 3 часов. Чем больше вы работаете, тем быстрее вы выходите на хороший уровень. Если вы работаете меньше, то это будет просто дольше длиться. Но любой человек, который пришел к нам в компанию и захотел работать и работает, он обязательно достигнет успеха и дойдет до того уровня, который он себе наметил. Главное не бросать и не опускать руки. У кого еще вопросы? Я очень рада, что все вопросы я раскрыла, все вам понятно. Все, девочки, я с вами прощаюсь, была очень рада встрече. Всех благ. До свидания. Редактор субтитров